Итак, друзья, мы начинаем просмотр очередного игрового дня в рамках D2CL. У нас уже 13-й по счету сезон, и сегодня только одна встреча. Это матч между командами Braym и Luna Gaming. Ну, Braym — это постоянные участники этого турнира, да, сколько сезонов они уже провели. Luna в прошлом сезоне очень достойно выступили в групповой стадии. Не пошло, конечно, в плей-офф, но там приглашенные команды оказались значительно сильнее. Но групповую стадию они разорвали, там одно поражение, по-моему, только было. В общем, хороший, крепкий коллектив. Они еще в этом сезоне не выступали. Посмотрим, получится ли у них против такого грозного соперника начать хорошо. Комментировать для вас будут Форс и Морталис. Здорово, Форс. Привет, привет, привет. Да, Braym уже показали нам достаточно уверенную игру против команды X3. Они обе карты камбекали, кстати говоря. И при этом на первой карте... Ну, они с более хорошим драфтом камбекали на первом. А на втором они камбекнули с более плохим драфтом, как мне казалось. И, в принципе, там все шло к тому, чтобы была третья решающая карта. Но Braym просто казались вот именно получше с точки зрения макро. Luna Gaming команда крайне нестабильная. Они вышли в плей-офф на предыдущем сезоне и там проиграли, по-моему, команде ГГ, да? Или как там было? Они же в верхней сетке, по-моему, проиграли ГГ, упали в нижнюю и там кому-то потом проиграли. Короче, ладно. Ну, короче, они далеко... Долго, короче, не продержались. Вот. И будем надеяться, что этот сезон у них как-то пойдет получше. Или, может быть, в плей-оффе конкретно для них будет более, конечно, приятной новостью, если вдруг там не так много прям суперкрутых коллективов будет. Но именно в групповой стадии, групповая стадия этого Д2ЦЛ, она на самом деле очень жесткая. Тут очень много хороших команд из 2-го дивизиона Европы. Те же самые Иви, которые очень классная игра. По-моему, они проиграли только вот Интузабрич и Нигме. Вот. Если я правильно помню, остальных всех они обыгрывали там. Причем там очень жесткие катки были. Вот. Команда Braym выступила плохо во 2-м дивизионе. Она с 1-го дивизиона во 2-м сезоне упала во 2-й дивизион в 3-м. И там особо никого не обыграла. Всем попроигрывала. Ну, по крайней мере, они не вылетели, если я правильно помню. Вот. И на Д2ЦЛ эти парни, они стабильно хороший результат показывали. Ну, вот. Драфты уже на наших экранах, друзья. Мы видим Разора Виверну, Скаймага ДК. В общем, стандартные такие... Ну, ладно. ДК это не стандартный распик. Я не совсем понимаю. Они почему-то рейтят этого ДК. Они им в миде играют постоянно. Мне кажется, это просто, ну, нельзя делать. Вот. В нынешнем патче, когда тут сейчас и Виверна может быть в миде, и Разор может быть в миде, и какого-то Некрофоса тебе могут в мид поставить, и Зевса могут пикнуть, он тоже против ДК. Короче, что угодно может быть, и у ДК не будет игры. Вот. Поэтому... Либо ты, как Виртус Про, пикаешь ДК, в случае чего флексишь его на четверку, а за командой Брейм я такого не замечал, либо ты его не пикаешь вообще. Ну, либо, как бы, ну, понятно, что ты пикаешь его рано, и между мид и четверкой можешь его флексить, но Брейм просто так не делают. И Цемочка появляется. Вот понятно, что уже ДК-кор позиция, появляется Тини. Это еще команды я видел ДК Медового, там, в двух картах подряд, по-моему, Аркред играли на днях. Бетрайдер, кстати, хорош. Относительно против Бетрайдера здесь ничего толком нет. Ну, здесь его только Виверна может остановить через ульт, и все, по большому счету. А так Бетрайдер, для него очень комфортная игра, он котла ловит, что самое важное. Он линию против любого здесь стоит. Я не знаю, как захотят поставить, но, скорее всего, это уже мид Бетрайдер, да, потому что два рейнджовых сапа и ставить двух... Хотя, почему бы и против Разорота и не поставить, да, двух рейнджовых героев и там просто уничтожать его. Котл это уже вроде бы как сугубо герой центральной линии для команды Луна, там, имба играет на нем. Вот. И, получается, еще ласт пики остаются. И туда и туда. Если это Бетрайдер в мид, ДК в оффлейн, то вы автоматически фрифарм Разоро отдаете. Он приходит против этого ДК и спокойно стоит. Это может быть. Но тут может быть еще Разор в оффлейн, как бы они планируют... Ну, вообще, когда ты рано так берешь Разора, ты должен понимать, что ты должен быть готов сыграть и керри Разором, и мид Разором, и оффлейн Разором. Это герой, который на это способен, и нет смысла его брать на второй пик, если твоя команда не умеет так делать. Но тут, действительно, если ДК оффлейн, то надо Разоро ставить либо с Тинни, либо с Виверной. Минус Джаггер, минус Вивер. Хорошие герои, конечно, да. Ну, они просто пять керри забанили подряд. Брейм считает, что, естественно, керри уже есть у соперника, поэтому убирают инвокеры и Квин оф Пейн. Ну, Квин оф Пейн стоит с бэтрайдером за счет блинка. Ну, что мы можем тут придумать вообще интересного? Во-первых, нам кейфы показывает. 1.63 на Брейм, 2.05 на Луну. От наших партнеров Винлайн. А по ласт пикам... Блин, честно говоря... У Джаггера бы самим забрать Луни. Он хорош был. Не знаю, зачем они его забанили. По-моему, он очень был хорош. Против бэтрайдера, да, ЦМ-ки, Скаймага, по-моему, мог бы смотреться годно. Лучше чего можно даже было бы лайны свапнуть. То есть, там, триплой с Джаггером пойти какой-то. Или там даже даблой он бы на сложной линии мог бы постоять. Как мне кажется. Главное просто против... Ну, типа, Скаймага ДК его залайнить. Возможно. Так, и... Команде Брейм какой бы герой хорошо зашел? Ну, наверное, Урса. Мне почему-то так кажется. С ЦМ-кой нужно что-то агрессивное брать. Сейчас появляется Брюмастер на ласт пик. Хороший, сильный герой, на самом деле. Я не так часто его вижу. Он в какой-то момент в этом патче был крайне популярен. Но сейчас отдают свое предпочтение команды в пользу вот как раз всяких таких вот дополнительных кэрри. Типа вот Разора. Вот там те же самые Ликвид вчера два раза уничтожили. Оу-Джи вообще, причем без шансов. Там Зай, по-моему, два раза на Разоре играл. А до этого они их тоже 2-0 выиграли. Зай там тоже два раза на Разоре играл. То есть команда сейчас, сильные команды рейтят именно вот дополнительного кэрри такого. Вот он может и не собираться там, знаешь, такие суперфарм слоты. Типа там молнии, манты там каких-то вот прочих там, да, артефактов. Он может просто купить. Вот ты, Зай, например, покупал себе БКБ Блинк Хекс на Разоре вчера. Чисто чтобы ловить героев. Да, и ласт пикается Блад Сикер. Очень сильный герой против Брюмастера на линии. Очень сложно Брюмастером играть против Сикера. Брюмастер любит как-то вот пивка подлил, похарасил. Пивка подлил, похарасил. Пивка подлил, похарасил. А тут если у него еще и линии Сти не будет, это вообще прям печаль беда. Потому что два милишника против Блад Сикера, которого еще не захарасить никак. Но будет очень трудно. Можно, правда, в Цемку там как-то с пылы попытаться влить. Но я бы на месте Луны сейчас бы Тинни отправлял вместе с Разором. А вообще, возможно, даже стоит Лайны свапнуть реально вот им. И Вишна бы тратить Драйв Центр, да. Все-таки Элевен на ДК. Ладно, моя... Че тебе драфт больше нравится? Мне больше нравится драфт Брейм на самом деле. Я говорю это не потому, что Брейм является такими у нас очевидными фаворитами в этом противостоянии. Мне просто... Не, ну может быть свапнуться линии и будет как-то все вот по-другому. Но у Брейм конкретно вот ласт пик Блад Сикера против Брюмастера. И не важно, кого Виверна или Тинни, вот если они встанут так, чтобы Блад Сикер будет... Он там будет просто на полном фрифарме. И Блад Сикер сейчас очень сильный герой. Да, конечно, Разор тоже будет качаться. Но я думаю, что ДК может больше давления оказать с проигранного лайна, чем Брюмастер. Вот не так это ощущается. Я просто не раз на Брюмастере стоял вот эту вот линию против Сикера. Там очень трудно. Ну вот. И на Тир-1 сцене там в Китае где-то я... Ну короче, я этот матчап раза 3-4 видел. Там у Брюмастера никогда не бывает хорошо. То есть он всегда там... Уходит левел 5, когда Сикер левел 7. И плюс еще там же линия ЦМка плюс Сикер, понимаешь, да? То есть это ты... В Блад Райд ты встанешь. ТПшку по друктуре тебе есть чем сбить. Шестой ты вряд ли получишь раньше, потому что линию ты проиграешь. Короче, Луни лучше реально линии свапнуть, вот мне кажется. Я понимаю, что Разор он типа против ДК хорошо постоит. Но мне кажется, что им будет выгодно, если ДК встанет против Брюмастера. Там просто и ДК, и Брюмастер покачаются, вот. А Разор против Сикера, ну он, наверное, тоже покачается. Я думаю, что вряд ли он мне лишненькую линию будет проигрывать. Короче, давай смотреть. Мне кажется, что при стандартном расположении линии у Луны все хуже. Вот, но может быть они что-то придумают. Мне вообще кажется, что здесь очень некомфортная игра для Брюмастера будет и дальше. Даже если на линии изначально он постоит против не Сикера. Просто потом у тебя куча контроля. Тебе могут банально не дать нажать ультимейт. Тебе нужно постоянно держать позиционку, где-то издалека нажимать и забегать в нем. Куча сайленса. Нет никакого сейва там, кроме Виверны. Но это такой минимальный вообще сейв, мне кажется, конкретно против этих обилок. Тяжело будет. Ну и Сикер может действительно разогнаться. Коттл, хоть и в миде, но есть ловец на него. Вот райдер. Если поставить себе цель просто конкретно ловить котла в каждой траке, то тогда все будет хорошо, Брэйм. Let's do rmk. Замечательно. Нам тоже? Понимаю. Да нет, это понятно. Я не знаю, там, кстати, Nubita 1.0 go next написал. Я не знаю, как админ к этому отнесется, потому что... Ну... Какие, типа, правила вообще? Могут, конечно, сказать, что вообще такое. Да нет, нет, тут... Думаешь, что админ... Если разве что Лопендрос на этом, на админе, он-то такое, он видит, что-то скажет, ага, ну все, я понял, поехали вторую. Так нет, это такое, такие достаточно суровые, правильно? А как ты так дисконнектнулся и вышел? All pick go. Короче, займи слотец. Сейчас, 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 мне надо зайти еще. Пытаюсь. Ну, вообще, в доте, я помню, была такая... Где-то вот, наверное, год назад я реально так пару раз ЛП получил. Когда, ну вот, дота начинала лагать. Такое часто бывает, знаешь, что ты играешь, играешь в доту, она начинает подлагивать, ты в нее просто перезаходишь, и все становится нормально. Особенно там с выпуском каких-то новых патчей, всяких батл пассов и прочего. Такое часто бывает, что оно не оптимизировано нормально. И вот я начинаю играть, да, грубо говоря. Тогда еще не было вот этой темы, знаешь, типа пауза только после третьей минуты. Я чувствую, прям, ну все, ну лагает, да. Я говорю, что сейчас, парни, типа реконнект, я нажимаю, ну, типа в главном меню, выхожу, короче, в главное меню. Нажимаю сначала дисконнект, резко, ну, типа перевожу курсор в верхний правый угол, чтобы нажать на, ну, на эту, на кнопочку красную, чтобы типа доту закрыть. А у меня курсор при этом автоматически попадает на кнопку да в середине экрана, когда ты нажимаешь дисконнект или на абандон. Ну, короче, в итоге что получается, я не помню, какая там точно махинация была, какая там точно махинация производилась, но в итоге ты просто левал из игры. Не доту закрывал, а из игры левал. Вот, типа дисконнект плюс резко закрыть доту, это, ну, что-то типа ливнуть из игры было. Вот, и, ну, это неожиданно, просто там курсор, он сразу как-то прыгал, куда не нужно, и так у меня пару раз происходило. Это, короче, очень дико бесило, возможно, тут у Супернова что-то подобное произошло, что он говорит, что я нажал дисконнект, а меня из игры, ну, типа, а в итоге вышел из игры. Ну, ладно, вроде бы как олдпик, да, у нас такие же пики, все то же самое, благо ничего не успело произойти, это не может не радовать, потому что так бы какой-то дисбаланс бы, да, был, там, кто-то руны там, может, какие-то забрал бы, или там ФБ бы кто-то сделал, а так у нас все, собственно, карты на руках у команды, и мы просто заново начинаем катку. Ну да, у нас в этом сезоне очень много дней, когда только один матч, и вот пока по названиям команд этот матч будет чуть ли не самым сильным из тех, что уже на этом турнире состоялись. Возможно, и все три карты посмотрим. Ну, или две, но таких крепких, желательно. Сейчас все поймем. Так, опять какие-то проблемы есть технического характера у одного из игроков. Кто запаузил? Луна. Луна запаузили. Ооо, я умер. Ну че, ждем. Че нам остается? Ну да. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Так, да, у нас игра начиналась и предыдущая с того, что все в смоках бегут искать друг друга. Коттл у нас со стиками начинает линию, понятно, потому что стоит против Бэтрайдера. Хотя, в принципе, Коттл такой герой, которого недостатка в ресурсах, по-моему, никогда нет. Так, хороший, кстати, задув и тут проблемы могут быть сейчас с Убрэймом. Вот когда они зашли-то туда, и шикарно Луна сейчас ловит своего соперника. Минус один уже оформили. Так, на быстром Sky. Ну, что, возможно, за счет этого выживет, да. Очень повезло, что делались только одной смертью. Могли Бэйм здесь и 2, и 3 даже героя терять. Ну, в следующий раз будут подниматься осторожнее. Может, вообще лучше не подниматься так. Кстати, они просто как-то медленно тут оказались. То есть, Луна уже успели занять хорошую позицию. Коттл успел там спелл свой раскастовать. А Брэймы все, что-то, вот стояли, стояли. Тут, кстати говоря, у Левана могут сейчас еще быть проблемки так определенного характера. Да, тут наивный молодой человек какой-то. Брэймы, ну, зато они 3 руны забирают. Но, блин, ДК сейчас с телепорта пойдет. И при этом ДК качает стан на первом левеле. Вот, хотя, что ему надо вообще? Стан Ли против Разора. Наверное, там, что огонь, что стан, что пассивка, все будет плохо. Потому что все равно в тебя вцепятся и все равно тебя выгонят. Вообще, очень слабое утешение. Три роны здесь фрагдах стоят с Разору. И, наверное, еще более важно, что Брюмастеру. Потому что Брюмастер, о котором мы говорили, что у него очень непростая линия намечается. Вот эти стартовые деньги ему точно не помешают. То есть, Сикер плюс Ценка смотрятся действительно убедительные фазы. Здесь какая-то пауза. Сегодня, видимо, ДОТ не посмотрим. Да, пацаны что-то не могут. Не получается что-то у них. Быстро, нормально. По-человечески эту игру стартануть все время. Какие-то лаги, какие-то беды. Ну, ждем, ждем. Что нам еще остается? У нас только один матч, мы никуда не торопимся. Надеемся на лучшее. Так-то да, конечно, не торопимся. Но Доту хочется все-таки смотреть. Пауза, она очень сильно динамику убивает, к сожалению. Но она убивает динамику, если, знаешь, особенно в середине где-то игры. Во время важных событий. Здесь-то у нас ничего толком не произошло. Сейчас дойдем до того, что команда не сможет играть. Скажет так. Сорян. Тихлус. До свидания. Ну, ведь Луния играть больше негде. Бреймам, в принципе, тоже. Ну да. То есть, как там с квалами кенту, я не знаю. Вроде бы говорили, что на квалах кенту будут участвовать вот что-то типа топ-8 команд из региона, помимо тех, что уже вышли. То есть, и Брейм это явно не... или там будут какие-то опенквалы. Слушай, если опенквалы, конечно, можно к опенквалам подготовиться. Ну, в любом случае, это все не скоро очень. Ну, тем не менее. Ну, да, да, да. Посчитать очки, вот это вот все. Как бы, да. Бреймы уже точно, они там свои матчи во втором диве отыграли. И никуда они там не переходят ни в первый, никуда вообще. Вот, Луна у нас, это команда, которая... Они, по-моему, проиграли опенквалы в третий... Кому они проиграли-то, только я не помню. Немиги, наверное, слушай. Или какой-какий... По-моему, Немиги. Вот Немиги, кстати, красавчики. Они, получается, опенквалы играли в третий... Ну, как бы, вот в третий сезон с развалившимися игроками из качканарских сухариков. То есть, там вот... Те игроки, там, помимо Мункуши, да, которые вот в качканарских сухариках были, они вот в Немигу перешли. Играли опенквалы. В этих опенквалах отыграли хорошо. И в итоге, по-моему, они даже во второй дивизион выходят. Ой, точнее, в первый. Я ничего не путаю. Но, по крайней мере, они очень хорошо отыграли второй див. Там Hellraiser точно выходит. И, по-моему, Немига. Но вот я тут не могу... Вот я сейчас, кстати, гляну. Сегодня еще одна игра будет Гидра против X3. И в данном... Блин, а что, куда они сетку-то убрали? Я умер. Не могу найти. Блин. Как неудобно все. Так, что там опять? Опять кто-то вышел, вылетел. Ну, мы можем вот так как раз всяким офф-топом позанимать. Не знаю, я бы на месте админа просто бы душил сейчас всех. Что это вообще такое? А кто? Видел, кто админ? Я не видел, кто админ. Нет, я не видел, кто админ. Потому что если Лапендрос, то это забей. Сейчас их будет душить. Но так что-нибудь написано, возможно, это и не он. Вообще, если смотреть на предстоящие потом OpenQualы после... Ну, или, вернее, общие главные квалификации Кенту, там ситуация такая. Я открываю таблицу DPC и понимаю, что в Европе, ну, вот реально, мощнейшая будет квала. Потому что только две команды себе почти обеспечили выходные. Ну, это OG и Tundra. И там надо очень хорошо выступить на мейджере. Что будет на мейджере, никто не представляет. Но я слабо верю, что Сикрет его выиграют, например, с такой игрой. А Сикреты не едут на мейджере? Ой, они же не едут. Все, они же не едут, да? Они вчера уже наигрались. Единственное, сейчас видишь, нюансы везде с визами для всех команд вот сейчас. Ну, да, может, они там, типа, визы подготовят, а... Да-да-да, визы подготовят просто, и там какие... Да-да-да, и кто-то, например, там, например, Entity не получит, кто-то визы, да? Ну, не, ну, с другой стороны, админы могут разрешить со стендингом с каким-то играть, если там Pure или там Fishman кто-то там не получит визы. Почему там, типа, если там два игрока не получили визы, ребята из Entity должны отказываться? Ну, да, они там получат меньше DPC очков, как там по правилам, да, Valve. Это происходит и бывает. Ну, в общем, такое, такое. Вообще, самая забавная ситуация, конечно, может произойти в Восточной Европе. Я вот смотрю таблицу и вижу там Spirit, ну, в относительно плохом месте. Они сейчас девятые только. И ведь можно провалиться на меньшее. Ты имеешь в виду, что они по DPC, по DPC? По DPC не попадут в топ-12 вообще. Да и хрен с ним. И у нас не будет ни одной команды напрямую, прикинь. Ну, такое ведь может быть. А, ты имеешь в виду, что... А, ну да, Outsiders и Na'Vi, они же там... Они там вообще без очков практически. Им надо там первые места занять, да, чтобы... Да, 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 им надо первые места. И представим просто гипотетически ситуацию, что Spirit тоже очков не хватает. Они аж девятые. И есть вероятно, что их подвинут. И что тогда у нас будет одна команда на TI? Ну, пройду через квал. Одна и Wildcard, где тоже, ну, не гарантировано ничего. Пройду через квала, я думаю, пофиг. Там таких желающих пройти через квала будет 4 в итоге. Ну, еще 3 помимо них. Мне кажется, Spirit показали, что если они хотят победить... Они как LGD, знаешь, в каком-то смысле. Только LGD на минималках. Вот, что если они захотят победить, То они победят. Такое, такое мое мнение. Просто вот этот вот... Их матч против Virtus.pro, Который они по итогу проиграли, Это... Ну, блин, они обе карты могли выиграть. Плюс на обеих картах они такой хренью надрафтили, Что просто, боже, упаси. То есть там ошибка тренера, Или наоборот, гений на тренере у Virtus.pro. Не знаю, кто у них тренер, Есть ли у них тренер вообще. Вот. И... Один матч они вот так вот проиграли. И то, как бы, достаточно сильной команде, Которая вот на подъеме. Так, что у нас там? У Разора проблемки какие-то. Стоило только Виверни отойти, Как тут же его ребята прессанули. На этой линии, конечно, ошибаться нельзя. Ребятам из Луны Гейминг. Потому что в топе там у Брюмастера Уже как бы, ну, ты видишь, да? 5-1 против 10 на 6. И... Эта ситуация не изменится, Когда вот очень часто Брюмастер, Он так начинает линию, да? Потому что у него там пиво в 1, Клэп в 1. Там на третьем уровне у него пиво в 2, Но нет пассивки, и тоже как бы не так классно. А на четвертом у него уже и пассивка, И пиво он там, и в саппорта может напасть, И выжить, если на него нападут. Но в этой игре, Если он апнет четвертый уровень, Даже если он апнет его раньше, чем Сикер, Ему проще не будет на этой линии. Потому что Сикеру пофиг. Ты не можешь его захарасить. Его... Ты можешь... Ты либо его с лайна выгоняешь, Вот я помню, как мы... С кем мы комментировали, С Кристалл Мэем, наверное, Что такой критерий, Типа лайнинга против Сикера, Ты не можешь с ним как-то 50 на 50, Ты либо его выгнал нафиг с лайна, Потому что он не может больше, Потому что стоит, Потому что ты его захарасил очень сильно, Либо он стоит и фармит, Потому что ты ему там треть столба снял, Он трех крипов добил, фулл хп. Ты ему опять треть столба снял, Он всех там крипов подобивал, Поденайл, фулл хп. И вот что ты с ним делать будешь? Непонятно. Короче, Нельзя, нельзя. Собственно, в боте, Луния, чтобы Розор умирал, А Розор должен тут стоять очень хорошо, Потому что он потом должен Рано вступить в игру. Кристалл Мэйдин занимает позицию, Ну, ей удобно, Она ранжевик, Она там постреливает, Миками закидывает, Сикер, Типически фармит, Примастер, Ну, там разница просто увеличивается, Она раньше была там в два раза, Если мы всех будем крипов считать, Потом будет в три раза, Уже вернее в три раза, Ну и далее Ситуация будет только усугубляться. Это Розор прифармит, Ну, допустим. Розор чувствует Последние пару минут себя хорошо. Бетрайдер уступает котлу, Но это нормально, На котле попроще, Просто он может тебе позволить, Там, Ближайший кэмп, Да и не только ближайший, Задувать, Поэтому, Ну, блин, Мне кажется, Мне кажется, Что Бетрайдер, Это вообще такой, Знаешь, Герой, Который, Которого ты не хочешь просто, Ну, Пикать вот просто так, Да, Мне кажется, Бетрайдер, Это герой, Когда ты видишь Каких-то вот, Жирничей, Типа, Тимберов, Типа там, Пуджей каких-то, Да, И более того, Когда ты видишь линию на центре, Которую ты можешь выиграть, Вот, Реально, Ты проходишь на линию Бетрайдером, И ты понимаешь, Что ты ее выиграешь сейчас, В игре, допустим, Купишь ты травала, Быстро, Куда-то ты полетел, Кого-то пытаешься убить, Коттл туда тоже на травалах, У котла там какой-то весел, Он тебе Solar Bind плюс весел, Плюс задувку, Подхилил ту цель, Которую ты бил, В итоге ты никого не убил, Сам откидь, Вот, Поэтому, Бетрайдер, Наверное, Такой, Как бы, Персонаж-то против котла Не самый лучший, Так, Ну, Битта тут пытается Забрать Тинника, Ему это удается, Интересно то, Редкий предмет, Для, Так, Пытается убить Нубита, Нубита же не ошибся, Он не заденавил крипа, Не добился, В смысле чужого, Не отхилился, Ну вот интересно, Сможет ли как-то сейчас Остановить Супернова фарм Нубита, Или нет, Походу, Что, Вот уже он поднабрал, Слегка, Пиво клэп, Так горит, Здесь надо добить, Добить Тинни бежит, Поможет, Здесь Нубита сам, Сам ошибается, Сам дурак, И сейчас еще и Спартан тоже, Там то ли дерево заросло, То ли что, Я не понял, На ровном месте они отдали Два килла, Которых же близко не должно было быть, Да, Да, Согласен, Но это, Что поделать, Это вот, Как бы, Команды, Играющие на Д2Ц, То есть они Не осторожны В своих вот таких вот моментах, Может быть, Плюс еще Сказывается фактор групповой стадии, Ведь у нас на Д2Ц Довольно много команд С групп выходит, Да, То есть там нет такого, Как на ДПС, Например, Что вот тебе надо занять первые два места, Чтоб на мажор поехать, Ну в большинстве регионов, Где-то там, Как в Китае 4, Да, Там же место, По-моему, На мажор, Вот там, Ну все равно, Как бы, Да, Не надо халяву отдавать, Надо играть супер потно, А если ты еще и, Ладно, Ты допустим первые места не займешь, На мажор не поедешь, Так ты еще во второй Дифф можешь вылезить, А здесь ты что, Тут как бы, Брейм смотрит на группу, Че, Кто у нас там, Блин, Кто? Икс3, Ну то есть, Ну проиграют они там, Не вылетят они с группы, Так, Так просто, Там есть кому вылетать, Там есть слабые команды, Так, Пошел праймл сплит, И вот ребятки, Вот эти, Вот этот вот фит, Сейчас будет стоить, Ну битый еще одной жизни, Потому что, Брюшко апнул шестой, И вот ушел саппорт с линии, И брюшко уже, Сикер это убивает, Это, Это аномальная ситуация на линии, То есть, Такого быть не должно здесь, Вот, Это исключительно, Грубейшие ошибки команды, Просто грубейшие, Вот, Как раз, То, О чем мы говорили, Да, То есть, Бэтрайдер пытается что-то сделать, А Коттл на травалах, И что, Все, Братан, Радуйся, Что ты вообще не умер здесь, Потому что, Еще бы пивка подлили, Там, Какого-нибудь замедления лишнего, И можно было бы и Бэтрайдера убить, Потом, Они только что шли на равных, Там, Минуту три назад, Может даже меньше, Коттл до этого убил Бэтрайдера, Сейчас, На косарь больше имеется, Автоматически, У него бэтрайдер есть, А у Бэтрайдера нет, У Бэтрайдеру сейчас надо найти, Игру вообще для себя, Теперь, Таким котлом будет тяжело справиться, Там разорвка времени, Пытается добить тага, Так, 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 Достанет, Достанет, Ну и все, Драфт, С которым Брейм планировали, Наверное доминировать, Вот как раз, К этой минуте, Пока не очень-то работают, Спернова пытается улететь, Партана есть, Заморозить, Поэтому не отпускают, Левен, Я умер, Тут еще один, Этот раз урона хватает снова, Четвертого уровня, Обилка, Ну и, Трифарм, Разор, Действительно, И пофармил хорошо, И наубивал уже прилично, Угу, Утини оставляют на центральной линии, Утини, Посмотри, Пятый с половиной уровень, Я смотрю на скай, У него только-только был взят, Четвертый, Как минимум, При фарме здесь еще и кто-то получит, Ну, Походу, Да, Походу, Бреймы довольно сильно, Линии-то свои проиграли, По итогу, Как оказалось, Брумастер получил свое в топе, И это очень плохо, Весел он не делает, Потому что у него котл Весел приобретает, Так, Тут у нас хосту забирает Дейра, И так умирает, Успевает повесить сайланс, На Разора, Но это ни к чему не приводит, Луну могут задавить просто соперника, Сейчас, Теперь с такими, Ну, как бы я имею в виду с такими героями, Что котл, который, На миде очень хорошо себя чувствует, По-моему, После этой смерти уже очень сложно будет что-то делать, По крайней мере, Первые минуты, Ну, Еще минут 10, Вот, Мы видим, Что Бэтрайдер, Он Бэтрайдер уничтожен на центре, Вообще, Просто уничтожен, Казал бы, Что это ГГ, Уже все, Уже можно левать, Уже надо писать, Ой, Блин, На Д2 цели, Это вообще никогда не так, Луны могут, Невероятную чушь сделать, Кстати говоря, Они вот этим вот пиком, С которым они играют сейчас, Они, Довольно неплохую конкуренцию составляли, Этим, Гейминг-гладиатором, Я помню там, То есть, Обычно, Такие команды, Когда встречаются, И ГГ, Это чуваки, Которые очень-очень быстро играют, Так, Эфы там, Друзья, Вы можете посмотреть на сайте наших партнеров из Винлайн, Ну, И, конечно же, Не забывайте про баннер, Который ждет вас по трансляции, Если вы на него кликаете, То можете получить до 10 тысяч рублей хребетов, Так вот, ГГ играет очень быстро, Очень дерзко, Нагло, Заканчивают обычно свои катки, Которые они выигрывают, Да, Они заканчивают, Реально, Там, Минут за 30, Вот, Если вы посмотрите на историю их противостояний, В, Западной Европе, То есть, Они там, Если игру проигрывают, То они могут проигрывать ее долго, Там, Там, 40 минут, Там, Да, А если они выиграют, Они выиграют зачастую, Там, За 35, За 34 минуты, Очень быстро, Вот, В то время как Луна заставили, Там, Реально их попотеть, Там, 40 минут держались с этим котлом, И, Какое-то время, Даже на карте по нетворцу они лидировали, Вот, Так что, Это, Наверное, Один из их лучших, Таких вот, Раздрафтов, Я имею ввиду, С котлом, Да, Кстати говоря, У них новый керри, У них, По-моему, Шут играл, Сейчас у них играет Агрессив Чайлд, Об этом, Мы говорили, Когда, Смотрели матч, Команды, Икс Три, Потому что, У Икс Три, По-моему, Вместо Несфира, Играет, Шут, Бывший керри Луны, А, Соответственно, В Луне, Сейчас будет играть, Агрессив Чайлд, Такие микро перестановки, Надеюсь, Я никого ни с кем не спутю, Тем временем, Преимущества, Луны, Достигает, Уже 5000, Я знаю, Вообще, В чем проблема, В Брейм, Они, видимо, Так, И попозже, Потому что на 11 Нападение, Можно продолжить, Они, видимо, Просто не зарядились, Благодаря Торнадо Энерджи, А вот вы можете, Вы можете воспользоваться, Перейти по ссылочке, И попробовать один из 11 вкусов, Это вам поможет, И Брейм бы, наверное, Помогло, Но пока они, Реально, Ватные какие-то, Вялые, И ничего толком не делают в игре, Ну, вот, Скоро огоним, Уф, Тысяча осталась, И с этим артефактом, Ремастер станет в разы опаснее, Не, Походит, Так же, Проказ на Крисломейдон, До свидания, Опять, Из-за того, Что разор в пике, У луны есть один только главный, Минус, Отсутствие, Рошан дэмэджи, Крисломейдон, Проказ на Крисломейдон, И по обжекту, Да тоже так себе работают они, Разве что, За счет того, Что Готал, За секунду стирает клипов, Можно, Чтобы рассчитывать, Видишь, Ого, Все-таки выжил, Или нет, Нормально, Клапта забрать, Да нет, Не пытается, Не мешает, Так, Не выпустил свой ультимейд, И в итоге, Один погиб не точно, За левеном тоже пойдут, За левеном тоже сгибает, Два, Легтайшая, Здесь, Вот сейчас на супернову будет нападение, Надо же неплохие убить его, Команда, Конечно, Бежит, Даже, Чтоб и верно успела убежать, Верно, Снимает, Может быть, Тут сейчас как-то, С Тинником, Ценку можно, Удаты, Удаты, Ужас, Ужас, Виш отсюда уходит, Вроде бы, Котл телепорт, Слушай, Виш может, Вчера забрать ТСА, Попытаться, Граната сейчас будет у него, Есть подхил, Граната полетела, Рубтура, Ну, Рубтура уже и так, В тине, Который там, Одной ногой в могиле, Знаешь, Не совсем тоже понятно, Рубтура такой спелл, Который быстро восстанавливается, Достаточно, Так, И Сикер у нас близок, К покупке Блэкинг Бара, На самом деле, Относительно близок, С учетом того, Что команда Брейм проигрывает, 7-6 Канет Уорса, Все-таки, Еще как-то тут можно, БКБшку приобрести, Ну, Из приятного, У Луны, У них, Просто против БКБ, Есть Виверна, Задача, Которую ультануть так, Чтобы, Ну, Ее курса просто долго действовала, Да, То есть, Ты можешь так ультануть, Что, Она будет, Пять секунд действовать, Там, На втором уровне, И, Не важно, Там, Будет ли этого Сикера, Бить какой-то серьезный герой, С дэмэджем, Главное, Чтоб он просто простоял долго, Так, Тут на развороте, Пытаются как-то Луна драться, ДК должны забрать, И, Приходит сюда, Разор присасывается, К Бэтрайдеру, Бэтрайдер под Сбеслом, Ему крайне неприятно, Но он, Чудом, Вообще, Отсюда улетает, Спартан, Закидывает ультимейтом, Его лико раскайтили, И, Тоже забрали, А счет становится 19.5, И, Пока что, Команда Луна гейминг, Здесь, Определенно, Чувствует себя, Очень хорошо, Осталось только, По вышкам начать работать, Пока все на месте, Да, Фраги делают, Да, Деньги зарабатывают, Преимущество увеличивают, Там, По всем показателям, Уровни открывают, Там, Кошмар, 15 левел, Коттл, 12 лучший уровень ультимейм, Например, Движения никакого, Сейчас, Вбитые герои у луны, Они при этом, Выходят в смоках, Ну, Развор, Понятно, Он с БКБ, И, Здесь, Спорт, Есть, Безка, Измин мешает, Добрать, Тага, Внимать, Кого-то еще, Спартан, Медленный, Кристалмейден, Замедление, Она так же получает, Но, Продолжения не будет, Коттл, С БКБ, Теперь, Так же, Два БКБ, Бремастер взял 12, И, Аганим у него есть, Но, Два, Очень опасно, Фультимейт, На том этапе, Когда, Когда, У соперника, Там, Часть героев, Десятого уровня, Ниже, Бремастер, Двумя ультами, Там, Может, Чуть ли не в соло, Больше, Часть команды, Положить, На самом деле, Так и есть, Таппор, Легко, ДК, Того же, Секап, Смотрите на этого ДК, Какой же он мягкий, Ну, Ничего нет, Кроме блинка, И он в этой игре, БКБ себе, Ну, Просто не купит, ДК, Первая стадия, Так, Поймали еще, Кристалмейденки, Толу тратить не надо, Надо просто подойти, Убить ее, Так, ТСА, Не знает, Когда опускается, Герой, Ну, Опять наубивали, Да, И все, И размешались дальше, Искать кого-то, Больше, Не знаю, Чем себе занять, Луна, Сколько там, Черт, Разор надо артефактов, Чтобы он, Хотя бы, Подумал о Рошане, Остальные-то, Вообще его не бьют, Вот у нас, Связка коров, Все три кора, Ни по вышкам, Ни по Рошану, Пиши, Тоже необходимо, БКБ себе купить, Потому что, Ну, Если он даже прыгнет, Блинком, И кого-то зацепит, Скорее всего, За любой вид контроля, Он просто там же, Отъедет, И никого не довезет, У него замедлят, Просто очень сильно, Он реально никого не довезет, Странно, Что он вообще решил, Блинк покупать, Ну, Обычно, Блинк, Это теперь, Третий выбор, После бутсу, Превел, Или АБ, Не, Ну, Я разных, Бэтрайдеров, Видел, Есть, Которые, Знаешь, Там, Начинают, Какой-то, Всякий, Флекс, С, Линзой, Первым слотом, Заставил, Оценка, Тут, Нажать, Веверную, Ульту, Живет еще, Смотри, Крипа, Приморозила, Разор, Правда, Его не зла, Схитил, Так, Что там, У Тинника, Проблемы, Да, Или, Или у Сикера, У Сикера, Слушай, Так, Сикеру, Есть помощь какая-то? Кажется, Нет, Тинни умирает, И, Ну, Бит отсюда должен убежать, Он там, На остаточном, Мувспиде, В туман войны, Забежал, И, Остался в живых, Коттл хочет, Линкен в сферу, Оно и понятно, То есть, У Коттла, У него, Такой, Знаешь, Достаточно, Разнообразный билд, Как для героя, Вот центральной линии, Он может вообще разные вещи покупать, Может, Всякие Этериалы, Дагоны, А может, Хекс, Аганим, Может, Вот, Линку, Может, Какие-то вспомогательные, Типа, Там, Лотоса какого-то, Если прям необходимо, Что-то такое купить, Но, Здесь ему нужно, Конечно, Максимально себя обезопасить, Тут вообще массовые, Линкен сферы, Очень хорошо будут работать, Подцепили Тага, Так, Бесконтактно его убили, На всякий случай, Брюмастер там и пивка подлил, У Брюмастера есть, Один ультимейт, Но скоро очень появится второй, Вот, Команда Брейм, В данный момент, Она вообще не боеспособна, Потому что, БКБ только у сикера есть, Один сикер, Он ничего не сделает, Его остальную команду убьют, Очень быстро, Под веселами, Под праймал сплитами, Кого-то поднимут вообще, Вот ДК сейчас погибает, Рубтура имеется, Но, Чё, Сейчас Агрессив Чаллт просто встанет, На, Мести, И эта Рубтура не будет давать урона, Но Бита нажимает БКБ, Нажал Супернова ультимейт, Чтобы заставить его это сделать, Но Супернова не просто так Ульту в итоге потратил, А тут ещё и ЦМочку заберут, Девочку, Маленькую, Да, 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 Всё, Минус Кристалмейден, Можно подумать о том, Чтобы пойти на Рошана, Потому что, Ни БКБ, Ни Рубтура нет, Чё-то там пытается Виш, Объяснить, Непонятно, Правда, Что, Ничего объяснить он не может, Ну, В общем, Контроль на карте Полностью за луной. Берем 6 фрагов, Вот с этим драфтом, Где у вас Бэтрайдер, Сикер, Скай, Два супер атакующих Саппорта, Да, Все остальные позиции, Но они убийцы в основном, И у вас 6 фрагов зайдут, Поделайте не так, Там ещё Виш погибает, Лаван тоже сейчас может Тут ехать, А нет, Стоп, Там у Розора нет ХП, И БКБ фулдауни, Скай пытается Сделать фраг, И делают, Не он, Но неважно кто, Помэйдер ультрует, Тоже здесь некому, Бейру забирают, А вот теперь Бреймастер Один против троих, И, А нет, Не приходят, Ясно, Они разбираются со всеми, Да, Возможно, Команда Брейм в Тильте, С этих постоянных Пауз, Реконнектов, Рехостов, И прочего, Знаешь, Но в Тильте не в Тильте, А карту одну они уже проигрывают, Скорее всего, И чтобы в серии выиграть, Надо будет выиграть две, Так или иначе, Да, Для них ничего не поменялось, Да, Как надо было две выигрывать, Так и надо, А вы же можете перейти по баннеру, Который сейчас есть, Под трансляцией, Залутать, В любят до 10 тысяч, От инлайн, Возможно, К следующей карте, Он вам понадобится, Если вы найдете какие-то опции, Вообще, Не такой уж, Большой разрыв, Да, По коэффициентам, Между командами, И вообще, На луну давали около двойки, На старте, И вот, Смотрите, Как они разрываются, Сейчас команду Брейм, Кто знает, Может выйти на второй, Что-то похожее мы увидим, Что-то на топе намечается, Какая-то массовая потасовка, С участием, Почти всех героев, Скай здесь разве что нет, Дейра взлетает, И хорошо, Очень хорошо, Уйтонул, Прекрасно просто уйтонул, Все, Сразу высасываются демоны, Сикер, Вот после таких игр, Обычно, И в игре выходят, Надо просто разобраться, И поубивать всех, Какими-то, В Сталмейден, ДК добили, Сикер, Лоу-КПшный, Убегает, Но остается, Ну и все, И опять, Заметил, 25 минут почти, У нас на Рошана никто не смотрит, Нечем бить, Вот вообще, Какой билд, Должен быть на Разоре, Чтобы он, Ну, Хотя бы, Знаешь, Какое-то подобие, Кризис Пейсера, Выдал, Как-то по обжекту, Обработал, Потому что, Ты что не собираешь, Но это все равно, Герой про другое, Герой про убийство, Именно, Героев, Медленно, Медленно, Конечно, Лу нажмут, Оппонента своего, Какой-то фарм с карты, Собираю, Там у Сикера, Например, На Творс не меньше, Чем у Брюшки, При условии, Что вы, Да, 15к вы уже проигрываете, Как-бы, Часто такое бывает, Что даже кэри, Знаешь, Отстает от хардлейнера, Здесь же нет, Убивают, Скаймага находят, Сейчас еще заставят, Ну, Бита, Нажать БКБ, А, ну, А у него нет БКБ, Да, Повезло ему, На самом деле, Что Тинни немножко не туда побежал, Там Тос уже у него откатывался, Я уже не забыл, Это голосовуха, Мемную, Лованскую, Что-то везде фраги происходят, Старым пиком, Вот нахрен он нужен, Вот даже Виртус Про, Вот если вы посмотрите, Виртус Про берут этого, Так, Это что такое? Это Разор под Рапчеру побегал, И Битрайдер его затянул, Таким, Много урона Разор получил, Ну, Разор умрет здесь, Да, Это уже откровенное хамство со стороны Луны, Вот, Там Т2-вышка стоит, Они, Ну, Не за чем это вообще было совершенно делать, Ну, Как бы на карте это толком ничего не меняет, Или меняет, Погоди, Битрайдер, Ну, Битрайдер становится ближе к покупке Блокинг Бара, На самом деле, Битрайдер с БКБ, Он будет просто жить, И, И накидает там масло, Накидает там какого-то, Каких-то там нюков еще, Может быть, Кого-нибудь заберет, Хотя бы Виверну прессанет, Да, А если прессанешь Виверну, То там уже можно и, Как-то, Ну, Сикеру, Наверное, Поиграть, Попытаться, То есть, Такой, Момент, Который может что-то решить в целом, Так вот, По поводу ДК, ДК, Вот, Ты берешь, Если так рано, Ты должен, Типа, Увидеть, Что для него игра плохая, А эта игра для него плохая, Потому что Разор и Котл в пике, Да, ДК ничего Котлу не делает, Разор тоже, Но флексанит и его на, Типа, На саппорт позицию, На саппорт какую-то роль, Зачем пикать Скаймага, Плюс, ЦМку сразу, Вот пикнул, Либо ЦМку ДК, Либо Скаймага ДК, А потом смотришь, Что у тебя там дальше по игре, Хорошая игра для ДК получилась, Окей, ДК на троечку, Или там на мид, Берем еще, Какого-то, Саппорта дополнительного, Если хотим играть агрессивно, Вот как раз тоже, Либо Скаймаг, Либо ЦМка отлично подходит, Но, Когда ты вот прям сразу показываешь, Что у тебя ДК на тройке, Тебя сейчас накажут, То есть сейчас, Очень много, Вот даже Пуджи, Которые сейчас часто появляются, Это же супер крутой герой против ДК, У тебя бюрста на этого Пуджа нет, Он тебя просто, Ну, Жиром своим задавит, Включит с аганимом второй спелл, Побежит на тебя на ДК, И ты ничего ему не сделаешь, Этому Пуджу, Очень много хороших героев против ДК сейчас есть, Короче, Ладно, ДК это реально ошибка в пике, А тут у нас второго Рошана, Нет, Стоп, Второго, Какого второго, Первого Рошана идут забирать, Луны Гейминг, Рошана потребовалась, Чтоб Розор дошел до кондиции, И этот, И Владмер, На Бивер, Вот только так, И это так медленно происходит, Просто чудовищно медленно, Для таких слотов, Для 19, Обычно, Котла, Для 15, В Розора, Здесь, Можно чай попить, Вернуться, Они до сих пор будут бить его, Чтобы Розор мог, Из Рошана высасывать дома, Вернее, Хотя бы, Знаешь, Не высасывать у Рошана, Чтобы Рошан оставался, С таким же уроном, А Розор, Хотя бы, Прибавку получал, Вот тогда, Он сможет с ним разбираться, Так, Никогда не сделать, И то, Что имеем, Игис, Розор достается, Окей, Цепляет касталмейдом, Пограсывает касталмейдом, Сколько мы сейчас разберутся, Висят фрагов у нас, 29 минут, Райдер цепляет кинни, Смотрим, Ага, Только так, Да, Ну и сад разбивается, Очень наивный, Телепорт, Опять же, От Виша, Видел же, Что верно здесь, Виша, Потол там, Своими делами занимается, Гоняется за Скайом, В одиночку, По 11.0.12, Вообще, Я не удивлюсь, Если этот, Да, Является, Каким-то близким, К рекордному, Особенно, Если он до конца игры не умрет, И он наверняка еще пару киллов заработает, Мне аж, Дико захотелось посмотреть статистику, Какой вообще, Кэда, За всю историю, Игры, Показали, Наилучше, Это по сцене, Я постараюсь, Ну да, Пока что, Брейм, Никакой борьбы нам на карте не предлагают, Вообще, Их просто планомерно давят, Медленно и мучительно, Попадает, Тревышка на допе, Наконец-то, Мастер разрутился, И побежал, Побежал, С полмейдом, Не очень глубоко заходит, Но он все-таки без какого-то предмет на выживаемость, Вот единственный сейф это, Дейра, Пока это, кстати, Спасает, Жизнь, Сейф, Наверное, Ненадолго, Сикер же разберется, Как-то, Потеряли, Брейм, Били только одного героя, Мастер, Кэпик, Кэп просто рассыпается, Пэйбэк сразу нажимает, А тут, Ребят, ДТа едет, Т1, Дружище, Все остальные очень далеко были, Видишь, Сразу нажал БКБ, Развернулся, Хотя бы Бримастера убить, Это неплохая опция будет, Добейте, Добейте, Нет, Едите, Мы эти добили, Хватило, Минус ДК, Сдадутся, Сейчас нет, После этого, Майкер, Пикер по БКБ, Носится, 9, ГГ, Сколько у котла, Смотрите, 11.0.16, А, Да было, Наверное, И побольше, Да было, 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 Но, Я тебе так скажу, Этот показатель станет Седьмым за всю историю, Очень неплохо, Ладно, Мне казалось, Что, Бладсикер с ЦМкой, Не должны дать жизни, Бримастеру, На лайне, Оказалось, Не так, Оказалось, Что, Вот эти, Вот, Две смерти, Которые лишними были, Позволили Бримастеру, Ну, На самом деле, Вот оттуда все и началось, Да, Что, Бримастер оказался огромным, Рано вступил в игру, Бэтрайдер в игру вступить не может, ДК не может, Бладсикер в итоге тоже нафармил БКБ очень поздно, И, По сути, Вот сколько мы смотрели, 31 минуту с половиной эту карту, Я за 31 с половиной минуту ни одного действия от Брейм не увидел, Вообще, То есть, Обычно, Там, Когда команда проигрывает, Она какие-то там смоуки, Хотя бы где-то там, Знаешь, Подкараулить кого-то, Как-то там в тройку забежать, Поставить варды, Кого-то убить, Нет, Просто вот они, Как будто пять человек совершенно незнакомых встретились в паблике, На жетонах, Там каждый не на своей роли, Понимает, Каждый из них понимает, Что они это проиграли, И, Типа, Все, Сейчас откатаем, И дай бог не увидим больше друг друга никогда, Вообще, Вот, Пойдем играть следующий, То есть, Ощущение от игры сложилось именно такое у меня, Надеюсь, Что на второй карте, Я не хоть какие-то действия буду делать, Может даже выиграют, Посмотрим, Ну, И Луна тоже, Надеюсь, Что Будет показывать достойную игру, А то пока что-то первой карты я не увидел вообще, Да, Поэтому Мы уйдем на паузу, Будем ждать Вот эту самую вторую карту, Минут через 10 вернемся, Далеко не уходить. Субтитры сделал DimaTorzok